Всем привет, друзья! Я долго думал над названием этого ролика, топ-2 самых-самых-самых ожидаемых мной игр. Но почему же топ-2? Почему же не топ-10 или топ-5 хотя бы? Я безусловно жду много разных интересных игр, взять тот же The Division, The Last of Us 2, хотя его ещё не слышно о нём, но я точно верю, что когда-нибудь обязательно её сделают. Или Мафия-3, к примеру, неважно. Топ-2. Дело в том, что в этом году анонсировали две игры, от анонса которых я визжал как сучка, бился головой о стены, неистово орал так сильно, что соседи просыпались даже днём, хотя они должны бодрствовать. Я в принципе не помню, что в моей жизни какую-то игру анонсировали, чтобы я так яро реагировал на подобное. Мне даже будет сложно сделать из этого топ, потому что две игры по отдельности, они сами по себе офигенные. И хочется кричать, дайте мне прямо сейчас поиграть в это! Чёрт возьми! Итак, поехали! История этой игры начинается с 2005 года, когда я познакомился очень плотно с жанром интерактивного фильма. Тогда Quantic Dream выпустили в Фаренгейт. Обалденное интерактивное кино, ни на что не похожее в то время игра, которая поразила умы всех геймеров мира. Остросюжетный триллер с тремя вариантами концовок. Круто, скажете вы, даже сейчас. О, да. Но в 2010 году от Quantic Dream вышла Heavy Rain, которая подразумевала около 125 вариаций концовок. И это действительно так. Heavy Rain я в своё время проходил раз 9, не считая тех 20 раз, когда я уносил плойку своим друзьям и смотрел, как они проходят игру. И каждый раз, при каждом прохождении, я открывал для себя что-то новенькое. Не говоря уже о том, что концовки их были всегда уникальны. И чёрт возьми, до сих пор я считаю, что Heavy Rain это эталон нелинейного интерактивного фильма. Ни Тейтл Геймс, ни Square Enix, ни одна из студий, которая пыталась сделать интерактивные фильмы, не подошла близко даже к этому эталону. Итак, после громкого успеха Heavy Rain, Quantic Dream выпустили технодемку под названием Project Kara. При просмотре которой, слёзы буквально залипали мне глаза, и я не успевал их промакивать салфеткой. История про милую роботизированную девушку, которая обрела сознание, но которую готовили как продукт потребления. В современном мире утопии, в стиле двухсотлетнего человека, или я робот. Советую к просмотру. Боже, вы не представляете, как сильно я хотел в это поиграть. Но, к великому сожалению, Quantic Dream заявили, что это всего лишь технодемка, и игру делать они не собираются. И следующей игрой, которую они выпустили, была Beyond Two Souls. В принципе, тоже неплохая игра, но нелинейностью даже не пахла. После Beyond Two Souls, как повелось по традиции, Quantic Dream выпустила технодемку. Название которой я даже сейчас и не припомню, вроде как Dark Saucery. Где популярный актёр взялся участвовать в разработке игры, используя систему захвата движений. И все те неловкие события, которые вокруг него разворачиваются, выглядят очень забавными. Ведь только он единственный не понимает, что вокруг происходит. А мелкий мерзкий гоблин только и говорит, добро пожаловать в мир видеоигр. Забавно, но эффекта, как у Project Car'ы, вообще не было. Занавес, тёмный свет. Детроит. Это Кара, ребята, это та самая Кара из Кара Проджект. Новая анонсированная игра от Курантик Дрим Детройт. Полноценная игра по концепту техно-демки Кара Проджект. Боже, как же это взорвало мой мозг. Как же я визжал от радости, когда это увидел. Боже, они все-таки делали эту игру. Я понятия не имею, ребятки, как вам передать все свои эмоции, которые испытал. Но после, грубо говоря, провального Бионту Соулс, показать Детройт. И вызвать у меня те эмоции ностальгии, времен шикарного Хэлли Рейна. И возрождения уже угаснувшей надежды на сногсшибательный сюжет Куантик Дерим в такой концепции. На самом деле, после всего этого я даже не знаю, что добавлять. Просто, ребята, вы не представляете какие-то эмоции. Однако, если речь пошла об эмоциях, о столь сильных эмоциях, напомню вам, что это все-таки топ-2. А на первом месте эмоции оказались сильнее адекватных. И не только для меня, но и для многих других олдфагов всего мира. Итак, первое место в топ-2 самых-самых ожидаемых игр мной. В далеком 2002 году, за отличные оценочки в школе, родители подарили мне Деримкаст. Маленькая консолька, бестселлером на которой стал Соник Адвенчер. Всеми любимый Соник. Надо будет его перепротеть. В довесок с консолью мне также купили Shenmue 2. Она шла на четырех дисках и по тем меркам стоила очень-очень дорого. Целых 400, мать его, рублей. Четыре диска, каждый из которых стоит по 100 рублей. Итого, 400 рублей с дрожащими руками. Родители все-таки купили мне этот диск. Я четливо помню слова, которые произнес тогда тамошний олдфагный геймер. Кассир. Если ты пройдешь эту игру, ты станешь истинным геймером. И с горящими глазами получить этот неистовый статус, я пошел проходить Shenmue 2. Но кто бы мог подумать, что вот эта огромная коробка с четырьмя дисками подарит мне не просто статус в глазах того продавца. Быть обалденным геймером. Но по большей части уникальный игровой опыт. По сути, если вот так разбирать, на самом деле Shenmue стала первым интерактивным фильмом. Но рассказать об этом я еще вернусь. Итак, Shenmue 2. История про чувака, который хочет отомстить за смерть своего отца. Он приезжает на пароме в Гонконг и идет по следам убийцы. Но знаете, как-то там все так закручивается, что в итоге история переплетается таким образом, что первостепенная цель Рио Хадзуки, главного героя игры, отводится на второй план. Много разных атмосферных, что самое главное, событий, которые наполняют эту игру. Если признаться, положа руку на сердце, 2002 год, вы только сами представьте, как давно я проходил эту игру. И сюжет я целиком и полностью, можно сказать, забыл. Но одно я помню очень отчетливо. В конце прохождения игры мне уже было неважно, статус не статус. Хе-хе. Как бы наивно это в то время не звучало, 12-летний мальчишка рыдал как девка. Потому что концовка была настолько трогательна, что равнодушным к ней остаться было невозможно. И она была настолько ориентирована на продолжение, что после того, как я узнал, что проект закрыли, и продолжение мы больше никогда не увидим, сказать, что я был расстроен, это ничего не сказать. Это была такая подстава, это была такая жопа, что просто хотелось сжечь. Кого-нибудь. Просто так. Для прикола. Просто отпустить душу. Но, как вы уже поняли, Shenmue 2 это была первая игра серии, которую я прошел. И некоторые ребятки, которые помнят, что на канале когда-то у меня была Shenmue... Да, я знаю, что такие присутствуют. Это был один из первых летсплеев, которые я заснял в свое время, года так 4 назад. Да. Shenmue 1 я прошел буквально только 4 года назад. И предысторию Рёхадзуки я узнал только тогда. И это на самом деле хорошо, потому что более-менее теперь я могу сказать, что первую часть Shenmue я помню достаточно хорошо. Однако, концовку я так и не увидел, потому что эмулятор Dreamcast'а... Да, эмулятор. Сколько же нервов и дерьма у меня было связано с этим куском эмулятора, как ни крути, концовку всё-таки я не увидел. Но, тем не менее, большую часть я видел и помню. И что самое прикольное, именно в Shenmue появился тот знаменитый прием QuickTime. Press to X to win, та легендарная сцена и тот легендарный момент, когда впервые в игровой индустрии появился этот элемент. Рёхадзуки шел по темному переулку в бар, набитый отморозками. И, конечно же, по пути к нему пристали два гопника. И тут, в центре экрана, возникла голубенькая кнопочка B, чтобы дать по щам гопникам. Чёрт возьми, этот легендарный момент нельзя забыть, но я что-то отвлёкся. Итак, Shenmue, одна из моих любимых игр, легендарная. И тут, в 2015-м, на E3 мы видим это. Сэндю? Да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok